Привет, зритель! Если ты страдаешь по суперфудам, особенно русским, народным суперфудом, то тебе сюда. Тут можно вон по локоть. И про СМА. Это у нас... Вообще оно как бы вроде с Вайбериса было. Но тут что-то наклейки ни Вайбериса, ни Азона нету. Благодарим за заказ. Надеемся, всё дошло быстро. Нам будет приятно прочитать ваш обзыв. Семена пищевые, ядра, 200 грамм. Семена... Конопли. Если ты из этих и думаешь, что вау, Лёля сейчас будет готовить сому, осталось только мухоморы где-нибудь называть, то облом тебе. Я сому готовить не буду. Я их в салатики кладу, так хомячу. Я как-то уже покупала года два назад. Мне они очень понравились, они напоминают по вкусу молочные зубы. Ну, орехи такие. Кедровые орехи, короче говоря. А потом как-то купила на Яндекс.Маркет два пакетика по цене одного. Вот. И оно оказалось, а мне, ну, на картинке одно, вот как в предыдущем ролике, в плейлисте, чая-чая, также травы и цветы ищи, где я говорила про Матюс Вайберис из Японии, которая как бы из Японии, но не Матя. Ну, не совсем Матя. Короче, мне пришлось с Яндекс.Маркета тогда как бы семена конопли, но не очищенные, не ядра, а именно в шкарлупках. Вот, а тут ядрышки, свой оптавик. Свой оптавик есть и на Азун, и на Вайберис. Ну, правда, не везде, но есть вот и то, и то. Но я тебе оставлю в инфобоксе артикул на семена конопли. Что-то 200 с чем-то рублей за 200 грамм. А очищенные ядры семен конопли. Конопушечка. У меня тут есть, кстати, тоже вот эта фигня, фирма встречается на Маша Рек и на Азун и на Вайберис. Я, конечно, не это, но у них в описании одно было, поэтому я и надеялась на это. На деле было другое, я лоханулась. Оказывается, бывает, тырбич из ядер семен конопли. А бывает, урбич из цельных семян конопли. И схрустит у вас на зубах. Вот это как раз тот самый, который хрустит на зубах. Он тут сейчас не полный. Я пару столовых ложек, может, даже три отложила в баночку 200 миллилитров. Туда налила мёда примерно столько же, один к одному. Перемешала. И по чайной ложке чая утром хомячу после еды. На десерт. А если так его хомячить, то он к нёбу пристает, к зубам пристает, к всему пристает. Ну, как обычный урбич. Вот такое есть. Палезные свойства семян конопли. Профилактика сахарного диабета. Рака снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Прекрасно заменяют мясо. Улучшают пищеварение, выводят шлаки. Мини-рецепт смешайте в пропорции 2 к 1 с мёдом или сиропом топинамброй. Получите отличный полезный десерт к чаю. Ну, а я один к одному делала. Так, семена конопли без сахарса. Секрет кавказского долголетия. Мне интересно, на Кавказе она растёт, да? Потому что у них вот этот секрет кавказского долголетия на любом урбече. Этой фирмы Домаш Орех. Я вот не была ни разу на Кавказе, только в Абхазии. Ну, может, она не совсем Кавказ, фиг знает. Мне почему-то Кавказ ассоциируется ещё и с Грузией. Вот я там ещё не была. И с той частью России, где вот какие-то южные города России, которые как бы на Кавказе. Ощущение, что на Кавказе всё есть. Прямо как в Грации. Точнее, как в Китае. Традиционный урбеч. На Маш Орех. Я у них покупала виноградный сахар. Жидкий. Типа сок. Мне вообще не понравилось. Ощущение, ну, как бы сок взяли, чуть-чуть сгустили там чем-нибудь. Не то, не сё кошка орёт. Может, слышно её. Я у них покупала в такой же баночке типа как бы урбеч. Ну, мякоть. Как звать-то его? Забыла, короче, вот такую мякоть. Наверное, за ней сходить и вспомнить. Так, надо сначала к кошке подойти, она что-то хулиганит. Инжир, короче. Мякоть инжира сушёная. Она была пересохшая. Баночка была неполная. И в камендах у всех так было. Ну, а тут я увидела, ну, что-то там 200 с чем-то, что ли, за 230 грамм. Ну, думаю, ладно. Да, зон, по-моему, отобрала. Короче, оно было как-то дешевле, чем на Вайтбрис. На Вайтбрис то же самое, в принципе, можно найти. Есть большой формат, есть супербольшой. Я думаю, ну, возьму на пробу чисто. И когда я его открыла и попробовала, я поняла, что у меня где-то есть семена, конопли, вот эти вот, со шкурками, ни ядра. Которые я измельчала в каком-то блендере, по-моему, ещё до биоломикса. Оно до суперпасты не измельчилось, но можно его взять, доизмельчать, и будет то же самое. На зубах хрустеть будет. Я из неё делала, помню, это с семечками смешивала. Подсолнечника. С мёдом смешивала, это у меня была типа халва. По вкусу оно похоже на что-то между халвой и чуть-чуть отдаёт коноплей. Ну, это если бы семена конопли пробовали. Вот оно. Вот нам баночка с такой металлической крышечкой. Изначально, а потом вот такая штука. Пахнет как бы так вот. Можно сказать вкусно, но именно вот так, как надо. И третье, что у меня есть. Давно хотела, жаба душила. Тут у меня случилась премия с мёда. Я купила себе валенки, я их уже обозревала. Если ты обзоры одежды шматья смотришь, то увидишь. А если не смотришь, ну, значит, не увидишь. Что-то ещё. А потом думаю, блин, я давно хочу масло семянка на плене. Не рафинированная, не децезорированная, не очищенная. Как говорится, ароматный, вонючий. И сначала думала купить 250 миллилитров. Или сразу пол-литра. А потом думаю, а в люк оно мне не понравится. И что оно будет стоять на меня смотреть, портится. И оно же сволочь такая, дорогих денег стоит. Что я решила 100 грамм купить. 100 грамм, конечно, не очень выгодно покупать. Потому что можно было за 300 с чем-то купить 250 миллилитров. А это 250, что ли, рублей 100 миллилитров. Ну, чуть добавить и можно купить в сакан. А я купила 100 миллилитров. Солнечный дар конопряное масло. Сыродавленное, ремесленное, холодный отжим. Срок годности 6 месяцев. После вкрытия хранить в холодильнике. 26-го или 25-го, 0-8-го этого года оно создано. По вкусу, как нерафинированное масло подсолнечника, которое смешали с коноплей. В общем, оно как бы отдаёт вот этим конкретно таким каким-то маслом. Ну, у льна такой же привкус. Есть вот все вот эти масла, которые, по большей части масла, которые сыродавленные, нерафинированные, недезодорированные. И конопля. Сначала я им как-то не прониклась. Потом я как-то думаю, ну ладно, оно дофига полезное, надо бы сожрать. А потом как-то я вдруг незаметно пару салатов тут сделала с капустой, который вот как раз в последнем мумбанге он есть. И подобный салатик. По-моему, даже в поточке в свою телегу кидала. И фотоотзыв даже делала на кукпет, потому что какой-то рецепт брала чисто с кукпета. И что-то так смотрю, оно у меня почти закончилось. А я ведь думаю, хотела обозреть и то, и другое. Потом думаю, надо все вместе собрать и обозреть. И будет мне счастье, и вам тоже будет, наверное, счастье. И если вы лопаете то, другое, и третье, или хотя бы что-то из этого, поделитесь в комментах. Может, рецепт какой подкинете, может, скажете, Лёля, я благодаря тебе вот это вот открыла, пойду хавать. Да, кстати, на все в инфобоксе будут артикулы. То, что на Азоне было, то, что на Вайтберис было. Но если что, вот намажь орех и свой оптовик, оно есть и на Азоне, и на Вайтберис. Вот это я не знаю, может, тоже на Азоне есть, но это я брала на Вайтберис. Вот. Вот такой обзор у меня конопляный. И никаких галюнов. Все вкусно и полезно. Насколько помню, раньше славяне лопали масло конопли, вроде как льняное. До того, как появилось семечковое, семечковое, в смысле подсолнечное и прочие масла. Это, конечно, надо делать в АСМРе. Но можно же иногда полопать, и не только в АСМРе, да? Можно просто так полопать. Я давно уже не лопала шарики просто так. Последний раз, когда я их делала, не считая сегодня. Это было на камеру АСМРно. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok